Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН 1 января и я рад приветствовать вас в 2024 году и желаю вам, чтобы этот год был гораздо более успешным, нежели в 2023, который, слава богу, закончился. Почему слава богу? Потому что там было очень много неприятностей и хотелось бы, чтобы они там и остались, но и в 2024 не перекочевали, чего и вам желаю. 1 января принесло нам четвертую волну нашего зимнего аукциона, новые 7 танков. Есть танки, которые хорошие, приятные, интересные по плюс-минус нормальной цене, есть танки, которые я вообще не понимаю, зачем выставили за такой ценник. Короче говоря, сейчас все это дело будем обсуждать. Кто не знает, то в четвертом раунде будет еще 3 волны, 2 из них принесут нам по 2 танка и 1 волна принесет 3 танчика на продажу. Это будет происходить через каждые 24 часа. Короче, все как обычно, все как всегда, все как на предыдущих раундах. Что нам сюда выложили? Нам выложили просто умопомрачительную тачку ВК-9001П. Это действительно годный, классный, тяжелый танк. Он действительно стоит своих денег и даже 17500 я бы за него отдал абсолютно спокойно. Он есть у меня в коллекции, но стоит отметить, что в свое время, ребят, на Черную Пятницу его продавали за 16000 с открытым всем оборудованием. Точно так же объекта 268-го дробь 4, который является довольно крутой ПТХ на 10 уровне, тоже продавали за 17 косарей. Сейчас и тот, и другой на продажу выставили за 17,5. То есть, в принципе, уже не сильно выгодно. Но народ покупает. Почему народ покупает? Потому что действительно годные, классные машины. Объект 268-го дробь 4, обладатель довольно-таки крутой альфы, хорошей брони, вполне себе приемлемой подвижности, обладающая тачкой. Ну, в общем, порадует ПТ-водов однозначно. Плюс к тому, довольно-таки точное орудие на дальних расстояниях. Что касается клинка, да, стоит привыкнуть к тому, что у него заднее расположение башни, но в то же время машина обладает довольно неплохим ДПМом, крутой живучестью и даже по бортам и по корме довольно часто получает непробитие. Что позволяет играть на нем даже слабо подготовленным танкистам. Поэтому, если говорить о ценниках и о целесообразности, то и ту, и другую машину целесообразно покупать себе в коллекцию, для того, чтобы на них фаниться, играть себе в удовольствие. Фармить не получится, потому что это коллекционки 10 уровня и там не такой коэффициент фарма, который позволяет постоянно быть в крутом плюсе. Для этого все-таки восьмерки покупаете себе. Ну а если чисто ради удовлетворения от игры, то что ВК-9001П, что Объект 268, вариант 4, уж точно зайдут и найдут своих любителей. Что же касается машин ниже по уровню. Объект 452К, ну 13,5 за него отдавать, честно говоря, дороговато. Я думаю, что объективная нормальная цена на машину где-то в районе 12,5 в голом состоянии, это как максимум. Все, что дороже, я считаю перебор. Возвращаясь к ценникам в отношении десяток, не сказал, озвучу свое мнение. Я думаю, что за 16750 вполне спокойно можно брать ВК-шку, если возьмете дешевле, будет вам счастье. Что касается Объекта 268, вариант 4, то 17 для него тоже вполне себе приемлемый нормальный ценник. Что касается других ребят. Ну, я бы не сказал, что я рад здесь видеть М4Ё. По одной простой причине, потому что танк, обладающий крайне долгим временем перезарядки барабана, ну, не сильно приятная машина по игре. И, честно говоря, 8500 за него отдавать, как бы, ну, прям совсем не вариант. Короче, вот как выставили 2800 танков, так он бедняга и стоит. И неудивительно, потому что, если и начнут его покупать, то где-то приблизительно за 6500. Поэтому на эту восьмерку особо внимания не обращайте. Что касается Фараона или Кана. Это тачки больше в коллекцию, но здесь, наверное, более интересным будет как раз Фараон. Хотя на него почему-то задрали цену в целых 12500. За что, я лично не понимаю абсолютно. Стоит отметить, что 12500 это ценник, в принципе, годной нормальной девятки в составе какого-то набора. Поэтому покупать Фараона за такие деньги, понятное дело, никто не захочет. И мне почему-то кажется, что его начнут вяло раскупать тогда, когда цена на него опустится до уровня Плинтуса. Что же касается Ликана, то машина довольно-таки неплохая. Но в то же время не настолько феерическая и впечатляющая, чтобы ее тоже раскупать. Опять-таки, Ликана выставили по ценнику годной восьмерки. 7500, ну согласитесь, немножко перебор. И целые 750 голды понижения цены тоже не спасают ситуации. Даже если бы на 1000 снижали и было 6500, я думаю, тоже было бы не сильно много желающих. Да и в целом Ликана будут брать только те, кто берут себе данную машину исключительно в коллекцию. Что же касается меня, то я бы остро рекомендовал вам обратить свое внимание на буквально несколько машин, которые вышли на продажу. Это однозначно Клинок, потому что он обладатель действительно классных, классных, хорошо сбалансированных технических показателей. В отношении орудия здесь вполне себе играбельно все в отношении пробития. 275 единиц это действительно круто. И 460 единиц Альфы на базовом снаряде. Что касается времени перезарядки, то неполные 11 секунд, которые Клинок переживает, ну прям абсолютно на полном расслабоне. И это дает ему возможность действительно иметь реализуемый ДПМ в 2600. Я к чему говорю реализуемый, потому что тачка может быть картонная и вы просто этот ДПМ реализовать не успеете. А на ВКшнике было такое, что меня по несколько бойцов противоположной команды окружали. И при этом я умудрялся вполне спокойно отбиваться от них, и они очень долго мучились тем, чтобы меня разобрать, потому что были частые непробития. Главное, не стойте как вкопаны. Что касается объекта 68, ну если быть точным, 268 дробь 4, то здесь у нас пробитие чуть ниже, чем у Клинка, 265, но тоже вполне себе достаточное. Время сведения приемлемое. Да, великоват разброс, но при полном сведении, даже на дальних расстояниях, вполне себе точное орудие. И практически 3000 единиц ДПМ. Что касается времени перезарядки, хотелось бы, чтобы было быстрее, но все-таки мы закидываем по 650 единиц Альфы. А это не так уж и мало, и в целом, с учетом того, что тачка действительно круто забронирована, то стоит отметить ее, опять-таки, как и у Клинка, довольно крутую живучесть. Ну и, соответственно, эта машина действительно имеет возможность за себя постоять. Но, единственное что, помните о том, что вас очень легко закрутить. У вас нет башни, ну и, соответственно, поворотливость на месте тоже не самая выдающаяся. Что же касается тех ребят, которые на седьмом уровне, среди тачек коллекционных, ну как коллекционных, они-то, в принципе, премиумные. Но давайте будем вещи называть своими именами. Ликан, хоть и номинально премиумная тачка, но это все-таки больше в коллекцию, нежели играть на ней каждый день. Не сильно крутая машина, да, где-то местами какая-то броня есть, но при этом все, орудие далеко не самое лучшее. Ребят, на седьмом уровне вы имеете, да, целых 400 единиц Альфы, но при этом перезаряжаетесь практически 13 секунд. И при этом всем у вас, с учетом установленного у меня лично оборудования в двух слотах на сведение, сведение составляет 5,5 секунд. Это просто безбожно. Ну а что касается разброса, тут тоже больше 0,4,422. Короче говоря, по орудию мне данный танчик вообще не заходит. Внешне красивый, вопросов нет, но исключительно за внешний вид отдавать деньги, ну это уже решать вам, стоит оно того или не стоит. Что же касается Фараона, то Фараон более интересная машина. Местами и броня какая-то есть, есть барабан, который довольно неплохо себя показывает в боях, есть вполне себе приемлемая подвижность, как для тяжелого танка. Ну а самое главное, этот барабан выдает вам практически 2000 единиц ДПМа. Что в целом, я бы сказал, довольно-таки неплохо, как для барабанного орудия. Да, пускай 18 секунд перезарядки магазина, но целых 3 снаряда по 250 единиц альфы, с довольно-таки приемлемым пробитием и довольно-таки интересным временем сведения в 3,4. Короче говоря, если спросить лично меня, то в выборе между Фараоном и Леканом, я бы однозначно брал себе Фараона. Поверьте, на данной машине вы будете играть фактически гораздо чаще, неж на вот этом вот Леканчике, который вроде бы, как я и сказал, красивый, но в то же время далек от идеальности, ну и навряд ли будет радовать прям каждого танкиста. Я бы сказал, как танк, далеко не самый лучший вариант. Вот такое вот выставили на продажу и, честно говоря, я немножко расстроен, потому что я ожидал, что на этом аукционе я увижу такие машины, как Коро, допустим, 45 тонн, ну или что-нибудь интересное по типу Уничтожителя. Не знаю, может быть, кого-то и добавят в следующих волнах, но стоит помнить о том, что десятки, которые выставили сейчас на продажу, а именно ВК и Объект, это, скорее всего, единственные две машины 10 уровня, которые будут на завершающем четвертом раунде данного зимнего аукциона. Я побежал снимать видео специально для вас, ну а вы очень тщательно взвешивайте вопрос того, какую машину и за какие деньги вам покупать. И помните, на этом канале вас никто никогда не обманет и никто никогда не посоветует вам купить что-либо, что потенциально может вас расстроить. В отношении данных машин, все танки у меня есть, честные обзоры на данные машины тоже присутствуют на канале, поэтому поделюсь с вами ссылочками, которые вы найдете в описании к данному видео. Заходите на ссылки и смотрите за цен по броне, сравнение с другими машинами на уровне, ну и, соответственно, бои на каждой из этих машин, без каких-либо вырезок из клея и включительно честные, простите, бои в первом попавшемся рандомном бою. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всех наступившим. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова